Привет всем, меня зовут Игорь Коваленко и сегодня мы поговорим на такую тему, как устроиться на работу верстальщиков. Мы поговорим на эту тему, потому что у многих людей возникает вопрос, как же устроиться на какую-то либо компанию на верстке и с какими мы проблемами сталкиваемся и что нужно иметь для того, чтобы стать верстальщиком. В первую очередь, нужно иметь портфолио. Что я подразумеваю под портфолио? Это тот веб-сайт, на котором вы будете вылаживать свои работы, которые вы сделали по верстке. Как же создавать портфолио? Во-первых, нужно в интернете найти сайты-образцы портфолио и эти сайты они в основном на английском языке. Вы скачиваете с интернета готовый шаблон этого сайта и просто вставляете свои данные на русском языке, к примеру, либо на английском. Если вы знаете английский язык, вы можете написать на английском языке свои данные и создать сайт. Как же должен выглядеть сайт-портфолио для того, чтобы устроиться на компанию? Он должен на первой страничке отображать ваше лицо, чтобы люди видели, что вы являетесь веб-разработчиком и что вы готовы устроиться на компанию. Это очень первый важный момент, который нельзя игнорировать, потому что любая компания видит, что вы открытый человек и что вы готовы устраиваться на эту должность. Следующий момент, на который компания обращает внимание, это то, что в портфолио должно вторым пунктом находиться ваши работы. То есть, сколько работ должно быть в портфолио? где-то приблизительно три работы минимум. Потому что три работы показывают, что вы уже не новичок в верстке, но уже являетесь тем человеком, который что-то умеет. Следующий момент, который является очень важным, это то, что в портфолио дальше вы должны указать приблизительно навыки, которыми вы владеете. возможно, в портфолио будут также выложены цены, то есть, сколько вы будете брать за ту работу, которую вы делаете. Просто показать, что вы, по сути, своей как фрилансер. То есть, на портфолио вы можете указать, что вы фрилансер и люди будут уже видеть работодатели, что вы уже не новичок, а тот, кто умеет. Где же брать сайты для того, чтобы, если вы новичок, работать в портфолио? Для того, чтобы взять эти работы в портфолио, нужно скачать с интернета пару PHD-макетов. Они будут на английском языке, возможно, там текст рыбы будет стоять, но нужно этот текст переделать под себя. То есть, нужно написать, как сделать какой-то сайт и написать свои данные или какой-то, что вы, типа, сделали этот сайт для какой-то компании. Можно сделать так, примерно. То есть, в портфолио вы вложите так три работы. Почему я рекомендую самому сверстать три сайта? То, что, как вы новичок, когда вы сверстаете приблизительно три сайта, вы понимаете всю технологию веб-разработки. Плюс, что нужно сделать, это заадаптивить все эти три сайта. Это очень важно. Когда вы это все проделаете, эту работу, вы вложите эти работы в свое портфолио, старайтесь сделать эти сайты красивыми, качественными, чтобы ничего там не ехало, было все идеально по стандартам компании. Либо второй вариант, который еще можно сделать, ну, я не рекомендую так делать новичкам, потому что вам надо все равно опыт набираться, нужно верстать самому сайты. Но можно в интернете готовые варианты скачать, три сайта готовых вариантов, в интернете, в контактах есть там разных и даже необязательно вставлять туда свои данные, они даже на русском языке есть сайты, и просто вкидайте свое портфолио и просто там в конце пишите, что типа создатель Игорь Коваленко или кто-то еще. Это второй момент, который вы можете сделать в портфолио. Итак, ну портфолио мы в принципе рассмотрели. Следующий момент, который важен для веб-разработки заключается ваше резюме. Как оно должно выглядеть? Ну, в резюме тоже должно быть на первой странице ваше лицо, ваше имя, фамилия, инициалы, зарплату, сколько вы хотите получать. Ну, я установил где-то 7000 гривен, что я желаю такую зарплату иметь. Вы можете сами смотреть, сколько вы хотите установить, но вначале вы как бы не ориентируетесь получать очень много, большие суммы денег в веб-разработке, потому что ну, это нужно обладать определенными навыками, чтобы зарабатывать деньги в веб-разработке. Так что вот так вот. Ну, дальше в других видео я, возможно, покажу, как должен выглядеть сайт-портфолио. Также я покажу в других видео, как должно выглядеть резюме. И мы поговорим на этом, на эти темы в других видео. но этого будет достаточно для того, чтобы устроиться на компании в веб-разработке. С вами был Игорь Коваленко. Всем пока.